Сейчас, в настоящее время, решение вопросов зависит от того, насколько командно мы работаем все вместе. И не только исполнительная представительная власть в каком-то конкретном поселении или в районах, но и представительная власть всего района в целом. Именно поэтому было принято решение провести новое масштабное мероприятие «Семинар-совещание для представителей Советов депутатов всех десяти поселений Щелковского района». Основная цель семинара – получение депутатами дополнительного правового образования, консолидация деятельности всех уровней власти. Действительно, мы разные и должны быть таковыми. И очень четко и так давно выразил эту мысль президент. Мы мыслим не одинаково, и это так должно быть. Мы можем чем-то не соглашаться, мы можем спорить, это полезно. Но у нас есть одна цель – это сохранить свою страну и сделать ее процветающей и безопасной для проживания наших людей. То есть они все будут понимать, что администрация работает над тем, чтобы создавать в Щелковском муниципальном районе новую привлекательную среду. И для гражданского общества, и для промышленности, и для инвестиций, и для всех вопросов, которые хотелось бы решать всем нам вместе, депутатам и исполнительной власти, правильно. В начале первого дня семинара руководители исполнительной и законодательной власти района отчитались о проделанной работе за прошедший год. Депутаты активно включились в обсуждение. Задавали вопросы от простых до требующих внимательного рассмотрения и кропотливой работы. Например, по дублеру Щелковского шоссе. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Кононов пообещал оказать содействие в решении давно наболевшего вопроса, в части, касающейся продвижения документации и рассмотрения вопроса на федеральном уровне. Он также отметил пользу проведения подобных семинаров, которые необходимы для обсуждения идей среди людей, от решения которых зависит будущее Щелковского района. Я благодарен, что меня пригласили, потому что есть такие вещи, которыми я занимался уже более 20 лет. Например, это связано с инновационной промышленностью, с внедрением таких наукоемких технологий. Как бы моя тематика. А Щелковский район в этом плане очень мощный, очень интересный. Здесь такая разнопрофильная промышленность. И в этом плане, конечно, внедрение передовых технологий в промышленность. Это создание новых рабочих мест, это приток инвестиций. Во второй день работы семинара совещания участниками обсуждались организационные нормативно-правовые вопросы. Проводилось обучение. Для депутатов были подготовлены лекции по законодательным и организационным аспектам деятельности. Каждый из присутствующих отметил пользу открытого общения, ведь обсуждение представленного материала продолжилось и за пределами зала. Этот формат дает возможность пообщаться непосредственно и с исполнительной властью, и непосредственно со своими коллегами в других муниципальных образованиях. Что мы не имеем возможности в другое какое-то время. Как отметили народные избранники, формат мероприятия, позволяющий собрать на одной площадке не только представителей всех советов депутатов из поселений, но и других ветвей власти, помог открыть новые перспективы сотрудничества. Хоть площадь района и велика, муниципалитеты имеют собственные органы власти, но работать изолировано друг от друга и от района в целом они не должны. Учитывая главную задачу – консолидацию сил, в дальнейшем будет продолжена практика совместных заседаний. Благодаря им, по признаниям депутатов, приходит понимание проблем, решению которых могут поспособствовать лишь совместные действия. Мы имеем возможность видеть проблемы поселений, люди выступают со своими проблемами. Мы можем обобщить и понимать более общую ситуацию по всему району. Я думаю, что это будет очень полезно и вопросы будут решаться лучше. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».